Дальневосточная конференция Дальневосточная конференция Дальневосточная конференция Дальневосточная конференция видит как статью расходов в своем, ну, в бюджете своей компании, а не как статью, грубо говоря, доходов, которым приносит прибыль, потому что маркетинг тратит деньги, грубо говоря, отдел продаж приносит. В нашем понимании это два отдела, которые должны тесно работать и работать над одним, то есть и маркетинг настолько же ответственно за продажи, сколько и отдел продаж. И мы хотим показать нашему предпринимателю, что как это можно делать, как маркетинг может приносить деньги, как он может приносить большие деньги для бизнеса, и что туда нужно действительно вкладываться, и свой бизнес можно в короткие сроки выводить на просторы, масштабы всей страны, всего СНГ, и причем за короткий промежуток времени, ну, так как это в свое время там и сейчас делаем мы, да, делают наши клиенты, потому что современные технологии позволяют, находясь в Владивостоке, распространять свой продукт по всей территории России, и, в принципе, любой практически продукт, и при этом, ну, в очень короткие сроки. А как это происходит? Это интернет, конечно же, да? Это же, да, интернет, то есть я не помню, по-моему, Билл Гейтс сказал давно, говорит, это скоро через какое-то количество времени будут те компании, которые есть в интернете, и тех, которых нет. Ну, и это на самом деле так, потому что как бы все не сопротивлялись и не говорили, что это может там не работать, или плохо работать, или моего клиента там нет, или у меня специфика моего специфичного бизнеса говорит о том, что у меня, я клиентов с интернета не получу. На самом деле это заблуждение практически для любого бизнеса, для 99% подходит то, что, ну, то, что мы делаем, то, о чем мы будем говорить на конференции, то есть то, о чем мы рассказываем, то, что, в принципе, делает наша компания. Вот, и это вот одно из, да, заблуждений, что у меня специфический бизнес. Для интернет-маркетинга там специфики это 10%, все остальное это те же самые приемы, которые работают у всех. То есть, а многие наоборот говорят, у меня, из-за моей специфики, вот, ну, наоборот, они меняют, говорят, 90% это потому, что у меня вот такой вот особый бизнес. То есть, как наша практика показывает, какая разница, какой бизнес, это все работает. То есть, вы сейчас, в принципе, озвучили первую ошибку некоторых предпринимателей, которые отказываются выходить в интернет. А какие еще ошибки они сегодня допускают, и чему переходится, от чего отучать приходится ваш клиент? Да, вот первое, не хотят, второе, нет понимания, что там делать. И дело в том, что интернет-маркетинг, он, ну, он прям сильно меняется, и вот, наверное, быстрее, вот, наверное, быстрее всего. Дело в том, что даже, если взять нашу конференцию продажи и маркетинг, то, наверное, 40% тех инструментов, которые работали ровно год назад, они сейчас не работают. Их пришлось, там, не знаю, кардинально поменять, придумать что-то новое, что-то сделать, потому что что-то новое уже появилось за это время. То есть, как бы, и, потому что все растет. То есть, так стремительно все развивается, что очень быстро устаревают какие-то алгоритмы действий, да? Да, да, то есть половина, она продолжает работать, половину новую нужно придумывать. Еще один из ошибок, это, наверное, все-таки непонимание. То есть, современный бизнес, особенно крупный, где там все бюджетировано, они, скажем так, это правильно, они, вот, тот бизнес, который есть, он сейчас именно из-за этой стратегии добился таких результатов, которые у него есть. И там бюджет, ну, не знаю, к примеру, на введение там соцсетей или там на таргетированную рекламу, не знаю, там 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Условно, то есть цифры условные. Но можно найти подрядчика за такие деньги, но вопрос, какое качество работы ты получишь. То есть, цена, то есть, можно за одни и те же работы услуги на рынке может отличаться в 10 раз. Ну, потому что, и нужно понимать, да, то есть, что одни и те же услуги реально могут стоить, вот, вообще разница и в десятке. Можно сайт сделать за 100 тысяч рублей, можно за 10 тысяч рублей. Можно бесплатно самому по шаблону. Можно бесплатно самому, да, по шаблону, а можно полтора миллиона за это заплатить. И в этом тоже есть большая разница. И, ну, кстати, вот, не знаю, там, вот те, кто наш клиент, тот, кто вот к нам за услугами, допустим, да, приходит в теорему, это вот все-таки, наверное, те, которые уже понимают, они уже прошли опыт, они сделали сами, они наняли к себе сотрудников, они сделали сами, сделали дешево, и вот результаты какие-то получили, но вроде как понимают, что, ну, в смысле... Могло бы быть и лучше, да, или все-таки понимают, что, ну, да, лучше там довериться профессионалам, которые реально это сделают качественно. И здесь еще один момент, то, что, окей, зачастую интернет-маркетинг в некоторых компаниях, ну, вот, нужно социальную страничку в соцсетях, да, а для чего она служит, какие задачи она будет решать. То есть для нас вообще любая коммуникация с клиентом, неважно, где бы клиент ни кисался, это продажа. Ну, то есть, и зачастую люди не видят, как это все, ну, должно быть, то есть увидели инструмент, о, инстаграм, все, давай инстаграм делать, или давай соцсети, соцсети модно, контекст перестал работать, давай что-нибудь другое, давай следующее, о, я знаю, что есть SEO. Да, эти все инструменты работают, но нужно понимать, что оно должно быть все в отдельно определенной связке, все должно из одного вытекать в другое, и зачастую работают, ну, только какие-то комплексные решения, а не какие-то единичные всплески. Ну, то есть пазл должен быть целым, чтобы собрать пазл, нужно картинка, на которую смотреть. Здесь то же самое, то есть нужно понимать, если ты внедряешь инструмент, не просто так, он должен быть четко взаимосвязан, результат работы должен быть понятен, эффективность должна быть ясна и промерена, то есть сколько денег мы сюда вложили, сколько продаж, сколько выручки мы получили, прибыльный нам канал или неприбыльный канал, то есть если нет, можем ли мы это улучшить, если мы не можем улучшить, значит мы его отключаем. И это достаточно сложная работа, то есть, ну, то есть это прям, в смысле, это прям работа, это прям сложная, и за которую, ну, к сожалению, специалистов на рынке сейчас, ну, в частности, да, Владивостока, их немного. Насколько я знаю, вы предлагаете услуги не только качественные, но и помогаете достаточно быстро развиться к какому-то виду деятельности, и у вас есть замечательные примеры, не могли бы вы их сейчас привести? Примеры, конечно, да, то есть наш проект, собственно говоря, с чего мы и начали, и где мы получили этот опыт, и после чего нас, мы когда смотрим, это, знаете, предприниматель, то есть вот он видит какую-то сферу или что-то в своей жизни, то, что его окружает, ему не нравится это, он это меняет и делает на этом деньги, зарабатывает деньги, да, тем самым приносит пользу людям. То же самое и у нас было, то есть мы, был наш проект 2014 года, это сеть магазинов мужских украшений и караджа, мы за 2014 год там более 70 франшиз продали по всей России, то есть не выход в Владивостоке. Это очень быстро и очень стремительно, да, это поражает. Да, на тот момент это был, мы искали других, кто, в принципе, с таким же чеком, с такой же стоимостью выходил, ну, и так много продал, в принципе, таких компаний там было одна или две, вот, в России. И поэтому, ну, собственно говоря, мы запустили этот проект, мы сделали там, мы реально вкладывали огромное количество денег, и нам было интересно понять, что за что есть интернет-маркетинг, что работает, то есть у нас была куча своих гипотез, мы постоянно сами обучаемся, сотрудников своих обучаем, то есть у нас это как бы, ну, это все, потому что, как я говорю, все меняется, нужно постоянно развиваться, и мы получили весь этот опыт интернет-маркетинга на своем проекте. И это очень важно, поскольку, когда есть свои проекты собственные, наверное, ты понимаешь, ну, цену денег, которые платит человек, которые платит клиент. То есть вот это... Безусловно, это же опыт, через который вы уже проходили. Да, то есть мы, допустим, следующий проект – это сеть мужских барбершопов фирмы. То есть мы чуть больше, чем за год, там порядка 40, там что-то под 40 барбершопов по всей стране, мы тоже распространены по всем СНГ, это Беларусь, Казахстан, Россия. Вот, и мы перенесли опыт с одного проекта в другой проект. Если, допустим, в первом проекте у нас бюджет маркетинговый был там 600 тысяч рублей в месяц, то в втором проекте 13 тысяч рублей в месяц. А если взять компанию по прибыльности, то вторая компания прибыльнее. То есть кардинально все меняется. Потом мы... Это вот если франчайзинговые проекты, потому что они мне больше... Ну, не то, что больше нравятся, они сложнее. Интереснее работать. Интереснее работать, да, потому что задачи с каждым разом все сложнее ставятся. Это сеть кофемашин, питстопы. Там средний чек еще выше. То есть если в первом проекте это был миллион, именно суммы инвестиций франчайзи в проект, да, сколько вот он говорит, я буду с вами работать, значит, у него должно быть миллион рублей в первом случае, во втором случае миллион двести. В третьем случае с кофемашиной это уже там у них около трех миллионов. То есть задача еще сложнее стоит, потому что продать продукты за три миллиона сложнее, чем за миллион. Ну, и рынок, соответственно, другой. Вот. И, собственно говоря, ну, вот этот опыт, он переносится с проекта в проект, и везде что-то делаем, то, что работает, что не работает. Как я говорю, дотачиваем, экспериментируем, смотрим что-то новое. Вот. Ну, и плюс ряд других проектов по продаже, там, услуг, продуктов, товаров, то есть, ну, всего-всего. Такой вопрос возникает, он просто назрел у меня лично, я думаю, у телезрителей тоже. Как вы к этому пришли, к такому гениальному плану действий? Ну, здесь на самом деле все, ну, как, вот, как я уже говорил, смотришь, и смотришь просто, как деньги предпринимателей уходят в никуда. Да, ты в приоре знаешь, что, блин, ну, то, что они делают, это либо работает очень плохо, либо вообще не работает. Ну, и понимаешь, ну, так не должно быть. То есть, вы начали с себя, а потом решили на другую форму. Да, да, потом понимаешь, что, ну, как, ну, нельзя так делать, ну, давайте мы будем делать лучше. Тем более позволяют технологии сегодня. Да, тем более, как бы, опыт позволяет, технологии позволяют, желание есть, ну, и плюс это, ну, еще для своих, скажем так, проектов, то есть, определенная, скажем так, база, ну, то есть, мы всегда в тренде для того, чтобы нам там свой проект запустить, нам нужно меньше времени и знаем, что у нас есть под этой команду. Денис, конференция, это, собственно, продажа и маркетинг. Расскажите, чем она отличается от прошлой, от прошлогодней конференции? Я знаю, что количество желающих увеличилось. Расскажите, насколько и вообще по какому принципу она будет проходить? Ну, в этом году мы, мы после прошлой конференции, мы прозвонили участников, спросили, что понравилось, что не понравилось. Соцопрос провели. Соцопрос, да, то есть, дали нам люди определенную обратную связь. Мы немножко перестроили ее, то есть, если в прошлом году мы делали несколько залов, у человека был выбор идти туда, либо идти туда, и он там думал, а куда мне идти, и там и там темы интересные, то в этом году мы все сделали в одном зале. Мы сделали два дня, чтобы люди не бегали, спокойно сели и посредственно получали информацию. Мы взяли темы, которые не были представлены в прошлом году, привезли абсолютно новых спикеров, то есть, все это московские ребята, отбирали мы их по проектам, которые, то есть, темы, которые сейчас наиболее актуальны, то есть, это социальные сети, это CRM-системы, то есть, автоматизация бизнеса, это бренд-стратегии, то есть, продвижение бренда, потому что сейчас многие хотят уже свою компанию, то есть, не просто что-то продавать, а люди понимают, что нужно упаковываться, то есть, нужно как-то себя позиционировать правильно на рынке, выбирать, куда идти, какую там стоимость за продукт ставить, то есть, вот эти вот все вещи. То есть, это e-mail-маркетинг, это то, без чего, ну, это то, что продает без продавца, и когда ты уже понимаешь, что ты за клиента заплатил, за его заявку, за его контакт, какую-то сумму, энную сумму денег, ну, грех ему не продавать, тем более, все это сделать на автомате. Это геймификация бизнеса, то есть, это сейчас вот к нам только заходит, там, со штатов, это как сделать свой бизнес для клиента и для внутри, для компании, интересным как для сотрудников, так и для клиента. Это называется «Геймификация». Геймификация, да. То есть, это вот, допустим, про геймификацию будет Илья Куралев рассказывать, он выводил, есть такой Lingua Leo, это самый крутой, самый успешный сайт по обучению иностранному языку. То есть, вот он именно после того, как он ввел вот эту вот геймификацию, то он, ну, этот образовательный портал стал самым популярным. Вот, и это также и на своих сотрудников можно это все перекладывать и внутрь, скажем так, внедрять в отделы продаж, ну, и в другие, в принципе, структуры компании. Вот, это темы, да, какие еще? Это… Я так понимаю, их очень много. Да, их много. Все, как они перечислены. А продажи, собственно говоря, причем скрипты продаж, это бум сейчас, потому что, ну, это действительно для автоматизации, для упрощения своей собственной жизни, то есть, это необходимо, поэтому скрипты, то есть, будет тема проработана. Плюс менеджмент в продажах, это то, чего все хотят, в том, то, где всегда была, будет головная боль, и, ну, все действительно меняется, то есть, технологии перестраиваются, то есть, там, с продажниками три года назад было попроще, то есть, сейчас посложнее, потому что, ну, все меняется, рынок, люди, то есть, и всегда нужно быть в тренде, нужно всегда понимать, что сегодня работает, что вчера работала, то есть, и всегда быть в ногу со временем, как говорится. Насколько сегодня наш, не только, наверное, город, но и регион нуждается в таких конференциях? Ведь я так понимаю, что в Москве, например, в центральных городах вообще страны такие вещи происходят значительно более часто, чем у нас. Да, все верно, то есть, здесь мы, когда начинали, ну, мы понимали, что, ну, нужно как-то рынку доносить, образовывать, и, ну, естественно, смотрели на Москву, потому что там проходит и Атланты, и Синерго Глобал Форум, там, неделя продаж, неделя маркетинга, то есть, там, рынок этим очень сильно, как бы, насыщен, и мы понимали, что не все туда могут поехать, ну, потому что нужно деньги на билет, Ну, минимум, на билет. Да, на билет и просто прожить. Это уже. Да, и поэтому мы решили сделать нечто подобное здесь, и мы это будем продолжать делать, поскольку мы видим довольные лица людей, мы видим то, что люди получают результат, они действительно для себя открывают что-то новое, они приходят уже повторно, то есть, мы когда только для своих, там, по-моему, в августе открыли там продажу, у нас 100 билетов сразу раз, вымели те, кто были в прошлом году, потому что они понимают, потому что когда, допустим, ну, мы же свои услуги, как бы, там тоже предоставляем, и люди к нам приходили, мы две недели после конференции, у нас были встречи, 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 и каждый второй говорит, спасибо, мы уже познакомились с теми-то, с теми-то людьми, то есть, которым были интересны, то есть, люди прям там находили клиентов, и многократно отбивали, то есть, свои вложенные деньги в билет, ну, потому что это, ну, я считаю, это уникальная площадка, то есть, это мы уже заканчиваем продажу, то есть, мы закрываем ее буквально там сегодня-завтра, это полный зал, который синий в ДВФУ, это куча кофе-брейков, обеды, возможность пообщаться, это спикеры, которых здесь не было, это темы, которые здесь не раскрыты, идут у нас прям компаниями по, там, по три человека, это стандартно, потому что люди понимают, что мне нужен туда и маркетолог, мне нужен продажник, который будет помимо того, чтобы узнавать, как продавать, да, новые там технологии, ему еще нужно с людьми общаться и знакомиться, то есть, люди идут туда прям нормально. То есть, можно и работу найти, в принципе. И работу найти, и личную жизнь построить тоже можно, познакомиться. Там можно все. Все в одном, в общем, полезно очень. Я хочу вас, как у специалиста в этой области, спросить, такой некий анализ провести, насколько все-таки сегодня наш регион уже идет в ногу со временем и использует, ну, благодаря вам отчасти кому-то, может быть, еще вот эти новые технологии в ведении бизнеса, да, и тем самым очень быстро и стремительно развивается. Как бы вы, если провели анализ, оценили на сегодняшний момент ситуацию? Ну, мне сложно говорить об этом, потому что я только вижу тех людей, которые уже этого как бы касаются, и только я, наверное, могу в некой степени уровень какой-то там оценить только тех, с кем я, скажем так, соприкасался. Если взять, мы делали, то есть, тест мы тогда, мы прозванивали несколько тысяч людей, несколько тысяч компаний в холодную, и просто, ну, задавали вопрос, спрашивали там про интернет-маркетинг, там, что делать, туда-сюда. Какие-то услуги предлагали, и прям, ну, вот, именно от тех людей, которых мы обзванивали, то есть, в принципе, весь Владивосток практически, то это очень малая часть. Ну, прямо, знаю, только контекстную рекламу используют, ну, да, используют, она же не работает. Как? У нас, у наших клиентов работает. Это у меня тоже пример был, наверное, недели, где-то месяц назад, общался со знакомой, она маркетолог, ну, он так, проектный. Она говорит, вы что делаете? Я говорю, ну, то-то-то. Я говорю, ну, там, где вы трафик берете? Я говорю, ну, контекстная реклама. Она говорит, в смысле, говорит, контекст же не работает, уже как пару лет не работает. Я такой говорю, ну, в принципе, наверное, тот, который был пару лет назад, вот он точно не работает. Я говорю, а то, что делаем мы, я говорю, ну, это работает очень успешно во всех проектах, в которые мы заходим. Так вопрос о своевременности, да? Да, да, да. То есть, тот, который был два года назад, уже не работает. То, что уже сейчас делают, делаем мы, делают другие какие-то компании высокого уровня. То есть, ну, это работает. Мне кажется, самым дорогим для каждого, наверное, человека является время. И вот насколько такие технологии помогают экономить это самое время? И помогают ли? Именно интернет-технологии, да? Да, конечно. Или конференция? Нет, то, чем вы непосредственно занимаетесь уже в прикладном понимании. Ну, можно, здесь смысл в чем? Ну, уже вот когда проект заканчивается, все, завтра мы уже видим, завтра нам либо звонят, либо идут заявки, и мы уже с ними работаем. То есть, есть время там на подготовку проекта, настройку создания там, либо сайта, либо лейтинг. То есть, определяемся с трафиком, откуда он там будет с соцсетей, с Инстаграма, или он будет из контекстной рекламы, или то, и то, и другое. Будет там видео, либо не будет видео. То есть, что там с CRM-системы, e-mail маркетинга, сколько он там, его продолжительность, сколько у него там ветвей и так далее. Вот эти вот все моменты. То есть, и поэтому проект может длиться два месяца, может три месяца длиться. Ну, то есть, все зависит от... От степени. От степени, да. То есть, и от количества задач, которые мне нужно решить. И после того, как мы говорим, ну, все, окей, мы запускаем, все, это начинает работать сразу. А если говорить о времени предпринимателей, которые уже внедрили и применили эту модель, оно экономится? Бизнес, то есть, получается, развивается. И экономится ли параллельно время вот этого человека, который использует современные технологии? Ну, конечно, да. То есть, он отдает, грубо говоря, нам аутсорс, и сам при этом продолжает заниматься своими делами. То есть, у него есть время параллельно делать другие дела, а ресурс развивается уже как по инерции, да, можно сказать, наверное. То есть, это еще и не только поможет увеличить прибыль, да, расширить. Ну, время сэкономит, это прям гарантированно. Ну, и просто, мы же, наверное, все-таки, когда идем к адвокату, либо к врачу, мы же ищем тех, кто, ну, не студент, который на нас будет экспериментировать, да, и операцию нам там сложно проводить, а мы уже идем к тем, кто уже провел эти операции уже и делал их успешно. И цена вопроса-то уже не стоит. Нам просто нужны люди, которые делают результат, да, который там все умеет. То есть, и здесь то же самое. Только почему-то некоторые понимают, что с бизнесом можно так экспериментировать, и так относиться к здоровью нельзя. Ну, здесь уже степень ответственности, да, там каждого, наверное. Денис, напоследок уже пора заканчивать, к сожалению. Есть вопрос. Планы ближайшие? Может быть, у нас чаще будет проходить такая замечательная конференция? Планы ближайшие. Сейчас мы, то есть, ну, это ежегодно будет, плюс сейчас мы все-таки разрабатываем формат и мероприятие еще дополнительно между ежегодной вот этой конференцией большого. И все-таки, наверное, мы запустим, ну, точнее, мы уже решили, будем запускать. Тут уже первое мероприятие будет еще в декабре. Это как раз по соцсетям. Это будет один из наших выступающих. Александр Воловик, это проект Гонка Героев. Слышали? Да, конечно. Да, вот наш умевший масштабный проект. Он с социальных сетей 40 тысяч людей привел. Собственно говоря, он будет выступать у нас на конференции. И в декабре, в середине декабря, то есть будет отдельный его тренинг двухдневный, где конкретно в формате воркшопа, то есть будет рассказывать, как он добился этих успехов, будет учить компании, как добиваться аналогичных успехов в своем бизнесе. Вот. И таких тренингов, ну, мы сейчас в этом году планируем провести, ну, определенный ряд и выстроить для того, чтобы, в принципе, люди, было где учиться, чтобы это было рядом, и чтобы это, ну, можно было прийти и сделать, посмотреть и внедрять у себя в бизнес. Денис, спасибо вам большое. Сегодня рассказали нам много интересного, а главное, полезного. Спасибо за вашу работу и за то, что делаете работу других людей легче, интереснее и прибыльнее. Удачи вам в развитии. Вам спасибо. Всего доброго. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин